Привет! Всем привет! Меня зовут Эмма, мне 15, завтра понедельник, а сегодня 8 часов вечера, и мне показалось, будет классно ей покраситься в красный. Все 4 года до этого я, кстати, хотела покраситься, и нет, я не боялась испортить волосы, я не боялась какого-то суждения со стороны одноклассников, я боялась, что это не понравится учителям. Почему? Почему? Да, на самом деле это действительно очень грустно, но мне показалось, что 9 класс это самое лучшее время, чтобы покраситься. Давайте перейдем к делу. Если выйдет какая-то фигня, в любом случае можно или сбрыть волосы, или покраситься в черный. Судя по инструкции, это нужно смешать с этим, а потом я добавлю еще это, это уже другой цвет, и посмотрим, сколько выйдет по объему. Я смешивала два разных оттенка одной фирмы краски, потому что одного тюбика мне бы не хватило, и здесь у меня медный блеск и красная рябина. Быстро нанести на волосы, я хочу яркий цвет, поэтому буду держать минут 40. В общем, я пошла краситься, а вы идете со мной. Для того, чтобы покрасить волосы равномерно и не запутать их при этом, я наношу краску кисточкой и распределяю все это расческой. До этого обычной краской я красила только передние пряди, а всю голову несколько раз красила тоникой. И каждый раз, когда я осветляла и красила свои передние пряди, я для чего-то заматывала их в фольгу, потому что так делают парикмахеры из ТикТок. А еще я очень боялась наносить краску прямо на корни головы, потому что мне казалось, что мои волосы отпадут. Кстати, если вы не понимаете, почему я на этом видео кривлюсь, пары аммиака от краски попадали в глаза. Я не знаю почему, но у меня пикут корни головы, и это достаточно неприятно. Прошло минут 20, и мне кажется, мои волосы стали еще более темными, чем светло-рыжо-красными. Кстати, вы же видели этот тренд в ТикТоке, где люди берут любую вещь, пихают ее за спину, достают, и это выходит меч. В общем, я вчера это повторила, единственное, меча у меня не было, поэтому я взяла фонарик, прикрутила к нему бумагу, и вышел, кстати, красивый меч. Так вот, во время того, как я делала это видео, я сделала такую прическу, здесь такая гулечка, тут две прядочки, в общем, в китайском стиле. И мне очень интересно, как это будет смотреться с красными волосами. Я иду это все смывать. Мне кажется, это не красный, а какой-то рыжий. Рыжий мне не совсем идет, но давайте это высушим и посмотрим, что выйдет. Почему бы мне не согласиться, да, на эту авантюру, да, это, возможно, был какой-нибудь метальный исход, но суть другая, я люблю экстрим. Я пришла со школы, на удивление, никто из учителей не сказал мне ни слова про мою новую прическу, но думаю, это потому, что она недостаточно яркая. Вообще, я хотела красный огненный цвет, вышла не совсем так, как я хотела, но к Новому году я это, думаю, обязательно исправить. На выходных я поехала на дачу, у нас выпал снег, а у меня появилось время сделать ноготки. На почту по снегу я поехала на велике, потому что мне нужно было очень срочно забрать посылку. Посылку я забрала, поэтому сейчас поеду сделаю ногти красные и распакую посылку. Как-то раз девушка сняла дуэт на моё видео, в котором я упаковывала заказ со скелетами, мол, посмотрите, мои нарощенные ногти длиннее даже накладных. Я подумала, действительно, это не дело, и в тот же день заказала типсы с длиной 3ХЛ. Когда я начала делать эти ногти, не могла определиться между винным и алым цветом лака, поэтому сделала голосовалку в Инст, и вы проголосовали за винный, я вас не сомневалась. Добавлю типсы, обычно это занимает около 10 минут, но на эти ушло все 20. Дальше типсы покрываю тонким слоем базы, и если при маникюре кислотная база плохо отразится на ногтевой пластине, для накладных ногтей это даже хорошо. А ещё, если когда я покрываю ногти лаком, я стараюсь держать кисточку параллельно ногтю, то когда покрываю ногти базой, я как бы втираю кисточкой лак в ноготь. После того, как я закончила эти ногти, пошла отфотклась для Инст, и мне результат максимально понравился, но ходить с такой длиной я бы не смогла. А сейчас вы наблюдаете частичку моей сторис, результат перевоплощения, а ещё то, как я снимаю накладные ногти. Если что, ногти я клеила на клеевые основы, моя ногтевая пластина чувствует себя прекрасно. А вот результат до-после, полное фото есть в Инст, и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok